Здравствуйте! Это видео о разделительных вопросах. Посмотрите на это предложение. The painting is beautiful, isn't it? Эта картина красивая, правда? Ещё пример. You really like it, don't you? Тебе она нравится, да? Эти предложения состоят как бы из двух частей. Основная часть – некое утверждение, и дополнительная, в которой скрывается короткий вопрос. Автор такого высказывания ищет подтверждение своим словам. Картина красивая, да? Тебе она нравится, так ведь? Проанализируем структуру такого предложения. Две части разделены запятой. Далее вспомогательный глагол, который соответствует видовременной форме глагола в основном предложении. В данном случае вот этого глагола. Здесь глагол be в настоящем простом, здесь он же. Здесь настоящее простое, тут вспомогательный глагол настоящего простого. Далее идёт местоимение. Оно соответствует подлежащему в главном предложении. The painting – it. You – you. Кроме того, если основное предложение утвердительное, то его хвостик отрицательный. Предложение утвердительное, вторая часть отрицательная. И наоборот. Если первая часть будет отрицательная, то вторая положительная. You can't paint. Can you? Мы научимся строить разделительные вопросы, а точнее грамотно добавлять вопросительную часть к основному утверждению. Вот предложение. Kate likes books. Kate любит книги. После запятой нужен вспомогательный глагол и местоимение. В основном предложении глагол в настоящем простом. Вспомогательный глагол для настоящего простого do или does. Поскольку здесь у нас третье лицо, то возьмем does. Кроме того, здесь утвердительная форма, поэтому в хвосте нужна отрицательная форма. Далее требуется местоимение. Подлежащее в главном предложении – Kate. Значит, местоимение – она. She. Kate likes boots. Doesn't she? Пример посложнее. He hasn't come yet. После запятой нужен вспомогательный глагол. Здесь мы видим настоящее совершенное в отрицательной форме. Берем сюда вспомогательный глагол настоящего совершенного только в утвердительной форме. Подхватываем местоимение из главного предложения. He. He hasn't come yet. Has he? Это несложно, но, как и в любом правиле, есть моменты, о которых надо помнить. Например, если в основном предложении подлежащее и сказуемое I am, то вопросительная часть будет выглядеть вот так. Aren't I? Почему? Просто вот такой сокращенной формы в английском языке не существует. I'm late, aren't I? Если мы прибавляем вопросительную часть к повелительному предложению в утвердительной форме, то вторая часть может быть Will you? Или Won't you? Close the door. Will you? Close the door. Won't you? Закрой дверь, хорошо? А вот если императив отрицательный, то возможен только один вариант. Will you? Don't close the door. Will you? Не закрывай дверь, хорошо? Если это побудительное предложение, которое начинается со слов Давайте, let's, то ему потребуется вопросительная часть Shall we? Let's eat something. Shall we? Давай перекусим, хорошо? В случае, если предложение начинается со слов This is или That is, то его вопросом будет Isn't it? Даже если речь идет о человеке, например, That's your friend, Isn't it? Что следует учитывать в устной речи? Вопросительная часть произносится с нисходящей интонацией, если говорящий уверен в своей правоте. You can't paint, can you? Ты не умеешь рисовать, да? Автор этого предложения уверен в том, что его собеседник не владеет кистью и красками. Если интонация вопроса восходящая, автор сомневается в своей правоте. You can't paint, can you? Ты ведь не умеешь рисовать или все-таки умеешь? Для тренировки сделаем несколько примеров из этого упражнения. Здесь надо добавить вопросительную часть к утверждениям. Номер два. He likes painting. Он любит рисовать. Что добавим сюда? Ответ. Doesn't he? Здесь нужен вспомогательный глагол от настоящего простого в отрицательной форме. И местоимение he. Номер три. You won't go out. Добавьте вопросительную часть. Ответ. Will you? Сюда мы ставим утвердительную форму вспомогательного глагола will и местоимение you. Номер пять. Peter left yesterday. Петр уехал вчера. Что должно быть здесь? Ответ. Didn't he? Мы ставим сюда отрицательную форму вспомогательного глагола did, потому что в главном предложении простое прошедшее и местоимение he соответствует имени Peter. Если тема вам понятна, выполните эти упражнения для тренировки. Успехов! Продолжение следует... Продолжение следует...